С начала этого года в Якутске зарегистрировали около 400 ДТП, в которых погибло больше 20 человек. Пешеходов сбивают на обочине, посреди пешеходного перехода и даже на тротуарах. Они не могут чувствовать себя в безопасности, переходя дорогу в положенном месте. Еще сложнее приходится незрячим. Лишь три машины из десяти по статистике останавливаются, чтобы пропустить человека с белой тростью. Розалия Борисова продолжит. Ежедневно, чтобы добраться до работы, Иннокентию нужно перейти один раз дорогу, миновать два перекрестка и два раза поменять автобус. Казалось бы, обычный маршрут, но для незрячего этот путь полон опасности. Когда какие-то люди попадутся, наверное, некоторые не обращают внимания, расстатывают, убегают, все торопятся. Бывали случаи, когда избивали, у меня поднятые тростью. Поднимаю, машина проходит, избивает. Люди находили, трость подавали. Кроме ежедневного пути до работы и дома, Иннокентий самостоятельно ходит в магазин и по центру города. И здесь уже приходится переходить больше улиц и перекрестков. Согласно правилам дорожного движения, незрячие люди могут переходить дорогу в любом месте, вне зависимости от наличия пешеходного перехода. Стоит им поднять белую трость, и они должны уступать им дорогу. Но, как показывает практика, не всегда автомобилисты придерживаются этого правила. И, как оказалось, не все автомобилисты знают о правиле белой трости. Правила, уступив пешеходу, это первое правило водителей. Ну, их понимаешь, валит, идет, все, уступаешь. Такие же стоят, что незрячие там. В десяти случаев, ну, две-три машины пропускают, да. Да, допустим, они могут пропустить до половины дороги, а с другой половины дороги уже другие машины не останавливаются. Да, это очень опасно. Повысить мобильность незрячих могут помочь собаке-проводники. Но готовят и обучают их только в Подмосковье. Желающие иметь такую собаку должны за свой счет выехать в столицу и некоторое время обучаться в центре. В Якутске сегодня лишь две собаки. Одна из них – Бостом, у Михаила. Он меня сопровождает по магазинам, там, домой, возит работу, аптека. Там намного удобнее стало. С собакой быстрее ходишь. Но даже с Бостомом Михаил старается перебегать дорогу, когда нет машин. Так безопаснее. Сегодня не все водители понимают, что жизнь незрячих на дороге напрямую зависит от автомобилистов.